В Единой России довольны итогами прошедших выборов. Об этом заявили в штабе партии после того, как появились первые данные. Поздравить единороссов приехал Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым. Какие заявления звучали, расскажет Алексей Конопко. Половина всех думских кресел по спискам и большая часть одномандатников. Результат победителя, который едва ли удивил экспертов, и короткое напутствие от лидера партии. Очень приятно, что вместе с нами находится основатель нашей партии и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович, спасибо, что вы сегодня тоже с нами. Теперь хотел бы сказать, что, конечно, выборы – это такая сложная для государства, большая история, но очень важная. И, пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить всех граждан нашей страны, которые пришли сегодня на избирательные участки, проявили свою гражданскую позицию и проголосовали. Причем, значительная часть из них проголосовала за Единую Россию. Можно смело сказать – наша партия победила. Сейчас идет подсчет голосов. Естественно, обнародованы результаты социологических опросов. Они вам уже известны. Наверное, к завтрашнему утру уже будет окончательный результат по всей стране. Ну, результат хороший. Наша партия будет иметь абсолютное большинство. Ну, а какое это большинство будет определено в результате подсчета голосов. 191 672 человека. В армейских терминах два десятка дивизий. На самые масштабные в истории страны выборы ее крупнейшая политическая сила отправила беспрецедентный контингент наблюдателей. Почти две трети от всех, кто был на участках. Мы уделили большое внимание подготовке нашим наблюдателям. Было три этапа этой подготовки. Первый этап – теоретический курс. Второй этап – это были деловые игры, практические занятия. И третий этап – это непосредственно уже рабочая схема взаимодействия с колл-центром. В этот день голосования в Единой России решили не только собрать крупнейшую информационную базу, но и обработать ее в режиме реального времени. Все то, что приходит от наблюдателей на местах, обрабатывают вот здесь, в федеральном ситуационном центре. Конечно, работать напрямую с 96 тысячами участков эти несколько десятков человек не могли бы. Но это лишь последнее звено в цепи. По всей стране еще открыли колл-центры с тремя с половиной тысячами линий. Работать здесь начали вместе с первым избирательным участком на Чукотке вечером 17-го, а заканчивают только в понедельник вечером. Для нас очень важно, чтобы выборы прошли легитимно, чтобы все нарушения, которые могут быть вдруг или будут, были пресечены, независимо, какие политические партии будут пресекать эти нарушения. Информацию о пришедших на выборы собирают в избиркомах. Но ждут, конечно, и в штабах. Еще накануне западные эксперты, в том числе Стратфор, говорили, партия власти снижает явку, высокая невыгодна фавориту. Партия «Единая Россия», как по-настоящему ответственная политическая сила, заинтересована в высокой явке как минимум по двум причинам. Первое. Чем больше примет участие людей в голосовании, тем качественнее будет ответ на вопрос, каким курсом мы будем развиваться дальше, каким путем мы пойдем и с кем мы пойдем. Это первое. И второе. Чем больше будет явка, тем меньше будет каких-либо сомнений, вопросов в чистоте и абсолютности нашей победы. На эти выборы «Единая Россия» шла, пожалуй, дольше всех. Единственная из партий сформировала списки по итогам праймерис по всей стране. Именно за тех, кто лично заслужил доверие тогда, теперь и голосовали люди. Предвыборная программа без громких обещаний. В риторике конкурентам, конечно, проиграли. Зато, говорит Владимир Путин, после оглашения первых результатов доказали, что доверие у людей, пусть и в непростые времена, по-прежнему на их стороне. Трудно, тяжело, а люди все равно за «Единую Россию» не проголосовали. Во-первых, о чем я думаю, о чем это говорит? Говорит о том, что во всяком случае люди видят, что представители «Единой России», ведущие политической силы, реально стараются для людей. Может быть, не всегда все получается, но работают искренне. Есть еще одна составляющая. Я думаю, что это связано с растущей политической зрелостью людей наших. Эта зрелость заключается в том, что рядовые граждане понимают, что пустые обещания ничего и не стоят. Конечно, хочется жить лучше. Конечно, хочется, чтобы зарплата была раза в два-три выше. Чтобы пенсии вросли лучшими темпами, чем сейчас. Но все хочется. Вопрос в том, как это сделать. Но такое доверие, добавляет президент, еще нужно оправдать. А значит, какой бы ни была в итоге подсчета всех голосов Думы версии 7.0, работать на результат в ней придется не только большинству, но всем политическим силам вместе. Алексей Конопко, Алексей Карпухин, Александр Мехур, Станислав Плетников и Олег Васильков. Вести.